вы стали блогером потому что не видели другого выхода для донесения своих идей слушай ну ты сейчас уже говоришь то что я осознал чуть позже а когда я был в тревоге что я не могу никак рассказать о том что мы делаем сказать я же вот этого не знал о чем ты сейчас сказал а мы вас не знали я был помню хаяк что ли открылся новый где vtb арена для москве не горит и видел видел я говорю кто там но это с блогер рыбаков то есть настолько никто даже не мог подозревать что человек с подобным состоянием может быть первую очередь крутым бизнес не пожалуйста я и сам не мог подозревать на что самое первое время пытался купить за бабки лучшие места для публикации сообщения о рыбаков фонде наших инициативах там на телеке prime time но я не смог этого сделать ну то есть ты как бы постоянно сколько ты не платил ты попадаешь не в лучшее время не лучшее место и странно получается не знаю сколько денег нужно чтобы это все решить таким образом ну очень много как бы я просто понимал что это такая работа на износ слушай получается так у меня есть бюджет 10 миллионов долларов в год на филантропическую деятельность а я чего получается 5 миллионов долларов должен заплатить газетам журналам и телекам за prime time ну то есть за то чтобы просто они поставили мои сообщения в нужное место то есть какая-то глупость короче была и я не мог с этим справиться тимур из-за этого в алмату переехал турус да я не мог потянуть в москве рекламу своей брокерской компании ну вот так и потом один человек кстати мой учитель ситуационным ситуационную ситуацию это учебное ну вот конкретно я же сказал какая ситуация я не мог справиться с этим я ходил и меня трясло и он как-то мне сказал слушай что тебя трясет я с ним поделился что есть у меня мечта преобразование общества там создание школ патронируемых благодарными выпускниками до строительство школ детских садов строительство сообществ взаимной поддержки и так далее но я не могу об этом рассказать я ему все это выпалил ну то есть я ему рассказал свои идеи и миссию по изменению мира к лучшему и он так почувствовал это сильно что сказал ну говорит ну я рассказал про эти сми которые не пускают меня на полке на полке он сказал так все очевидно он сразу сказал так все очевидно тебе надо стать блогером да и все представить блогером это три копейки но плюс твоя поведенческая стратегия дуэра ну просто берешь в руки и пошел я же я блогер ты чё охренел так я и сказал тут говорит погоди ты сейчас сказал что у тебя такая такой страх не выполнить вот эту свою мечту а тут ты мне сказал что у тебя еще один страх как они по весовым коэффициент какой страх больше я слово конечно миссию не выполнить он вот смотри если это страх настолько большой по сравнению со страхом стать блогером тогда стать блогером превращается просто задачу и все и меня отпустило и я вот так все рукава засучил пошел сделал первое видео на которое тут же пришли 20 тысяч хейтеров нормально захейтили но youtube понял что есть очень популярный блогер с первого видео уже первое видео которое набрало 20000 хейтеров и 20000 этих лайков это очень мощный выстрел короче оказался да youtube сказал кей привет конечно все когда увидели про 20 тысяч дизлайков все сказали Игорь надо заканчивать это все социальное недобрение сказал плевать мне на ваше социальное добрить у меня есть мечта и я ее буду делать а ваше социальное одобрение причем все ближайшие люди мне сказали прям дорогие я сказал а мне плевать не на вас плевать не говорю на социальное одобрение так уже à crowds подожду, и вот я подождал две недели и продолжил делать видео. Через две недели хейтеры перестали заходить, потому что я им сказал, если хотите заходить, давайте сделаем академию хейта, и как следует научимся, а не просто трехэтажным там матом что-то хейтить, а как-то элегантно надо. Ну слушай, через два выпуска хейтеры потеряли ко мне интерес, просто они видимо ушли на какие-то другие поляны, да. Все, канал стал развиваться с достаточно хорошей базы. Так я стал блогером и оказался в ситуации следующей, что уже через месяц мои сыновья подходили ко мне и говорили, пап, чего там ты сказал? Слушай, ну папа-блогер, горе сыни. Вы молодые, нет, вы молодые люди, может вы еще не застали то, что дети отдаляются от родителей, у них тоже там соцсети, тик-токи, да, и тут получается странное, да, что мы, ну у нас такая же там история, и вдруг папа приходит к детям через соцсети, говорит, привет. Вот и все, это было неожиданно, смотри, и поэтому сейчас детям, чтобы послушать папу, это очень большая редкость, сесть за столом, за ужином, чтобы дети слушали, обычно не приходят, ну там, поели и по своим делам пошли, да, ну так устроен современный уклад. А сейчас у детей моих всегда есть возможность послушать папу, в той дозировке, в которой они хотят. Зашел на ролики там, посмотрел в инстаграме, и пожалуйста. И надо сказать следующее, это выровняло поле взаимодействия родителей, дети, потому что теперь нет такого, что я говорю, иди и слушай сюда. Ну, конечно, они убегают, а я, значит, тяну. Все, слушай. Они в дозировке, которые сами регулируют, могут подслушать и что-то, может быть, даже спросить. Ну и с первоисточником всегда пообщаться.